Микс Ньюс. В нашей студии онколог, химиотерапевт, руководитель отдела химиотерапии Рижской Восточной Больницы Сигне Платте. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Может быть, начнем с вопроса, все-таки не заслонила ли вот эта эпидемия COVID какие-то насущные проблемы. То есть, очень много в прессе стали писать в основном, конечно, о коронавирусе. А все остальные заболевания, ну, как будто бы остались немножко на втором плане. Это ощущается или? Ну, я думаю, это чуть-чуть ощущается. Я думаю, что очень большой был такой перерыв в лечении, ну, таких хронических болезней наших больных. Потому что онкологические больные болеют сердцем, болеют диабетом. И все-таки с марта до июня почти никто не ходил никуда к врачам. Может быть, чувствуется, что люди боли с некоррегированным давлением, с некоррегированным сахаром. Немножко, конечно, заслонилось. Но это, я думаю, логично. Это все-таки, ну, в нашем веке первая самая большая эпидемия. Я думаю, что это логично. И, конечно, заслонилось. Конечно, финансы уходят в сторону вируса. Но я думаю, что это логично. Но эта ситуация, она как-то исправляется. То есть там осознают ли, скажем, Министерство здравоохранения, что все-таки это тоже проблема? Ну, объявили, что уже все бывшие записи сейчас уже отработаны, если так можно сказать. Что все больные, которые ждали с марта, что все дождались наконец всего, что они ждали. Я думаю, что это отрабатывается. Но, ну, каждую бытовую ситуацию, конечно, ну, Министерство не отработает. Потому что есть больные, которые сами боятся. Есть больные, которые не обращаются. Потому что, несмотря на эпидемии, зеленый коридор работал. И новых больных принимали. Если они сами не приходили, это уже был, ну, относительно ихний выбор. Или возможности с района приехать, семейному послать. Конечно, какие-то задержки были, но, в принципе, это не были из-за министерства или из-за больницы. Это, скорее, может быть, какие-то нестыковки, какие-то страхи. Нельзя было посещать больных в больнице. Многие это очень сначала приняли, ну, с непониманием. Мы говорили, ой, если я там сижу, как в тюрьме, я не буду туда ходить. Ну, типа, как в тюрьму. Ну, и я, конечно, всех хочу призывать. Ну, сейчас начинается осень. Как мы видим, цифры растут. Эпидемия все равно нас будет коснуться. Я думаю, что мероприятия будут строже. И я надеюсь, что больницы опять закроют. Так должно быть. Потому что, ну, если растут цифры, больницы не могут быть общедоступны. Но это не должно мешать подходить прагматично и лечиться. То, что вам надо, если вам надо лежать в больнице, и хотя больница закрыта, и ваши родственники не могут прийти, это не может быть причиной вам не лечиться. Но действительно, вот много ли таких людей, которые, ну, вот боятся, боятся заразиться ковид, и просто не приходят на, там, плановые, там, какие-то осмотрены на запись врача? Я думаю, понимаете, как я химиотерапевт, наши больные ничего не боятся. И наши больные все приходили, и мы с марта работали даже больше, чем в прошлом году. Но те больные, которые еще не имеют диагноза, я думаю, что некоторые, конечно, откладывают. Ну, что у него что-то немножко болит, или там скрытая кровь в калии. Это ясно, что очень большой риск, скажем, рака кишечника. Но он думает, ну, подожду, пройдет вирус, и колоноскопию сделаю после вируса. Ну, я тоже хочу всех призывать, вирус это, во-первых, ну, эпидемия, это же не там конкретные сроки, это же не значит, что она кончится в ноябре. Может быть, она будет весь следующий год, что не откладывать такие серьезные обследования, если у вас какая-то находка, если жалобы серьезные, если семейный врач говорит, что надо обследоваться, значит, надо обследоваться сейчас, сегодня, а не ждать, когда кончится вирус. Конечно, ну, вторая крайность, что во время вируса, может быть, не надо делать косметические так много пера. Ну, самому за собой следите, как я шучу, куда можно не ходить. Конечно, не ходить, зазря не ходить, но куда надо ходить, конечно, надо ходить. Вот эта психологическая проблема, вот сталкиваетесь ли вы с ней, мне кажется, что, ну, есть тип людей, которые очень боятся, ну, вот, какой-то даже известности, то есть вот для них вот это ощущение, ну, вот, страх узнать этот диагноз, он их заставляет, ну, вот, как выражение страус, голову прячет в песок, вот, закрыться от этой проблемы, то есть вот лучше, ну, вот, я не буду думать. Да, это очень, ну, я думаю, процентов 10, 5-10 процентов таких больных, которые, например, знали, даже сами знали, что они имеют опухолевую болезнь, ну, они даже не могут, ну, сказать логично, почему, ну, они, типа, ждали, ну, может, пройдет, может, как вы говорите, я закрою глаза, высплюсь, и это все пропадет. Ну, конечно, тоже мы можем призывать, мы взрослые люди, и соматические болезни от того, что, ну, мы не хотим их видеть, они не пропадут. Да, это все-таки абсолютно объективные вещи, это мутации в клетках, это уже какая-то конкретная масса в теле, ну, в теле человека, и она не может пропасть от того, что мы, типа, посидим, подождем, проплачемся, там, ну, такие люди есть. Ну, есть люди, которые считают, что можно вылечить опухоль нетрадиционными методами. Это во всем мире, я думаю, может быть, особенно и не надо, ну, так очень агрессивно с этим бороться, потому что всегда есть процентуальная часть людей, ну, которые имеют всякие такие взгляды, может быть нестандартные, ну, например, как с вакциной, что это там, чипы, или, ну, всякие такие, скажем, ну, по логике очень сложно понять людям, что они думают. Ну, такие люди есть, но их не очень много, я думаю, что может быть, и не надо с этим очень бороться, может быть, наоборот, надо стимулировать тех людей, которые лечились бы, если бы они знали, если бы они, ну, как-то, может быть, семейный доктор активнее их послал бы, может быть, если вот найдена какая-то находка, у человека направление на обследование, может быть, имеет смысл, что сестричка семейного врача звонит через неделю и говорит, как у вас дела, вы записались, вы были на обследование, да, потому что есть люди, которые имели направление год назад, прожили год, имеют новое направление и не ходят. Ну, вот это вот, то есть, со стороны государства, ну, вот эта более большая активность, она могла бы все-таки людей, ну, вот эту инерцию преодолеть, да? Я думаю, что это не государство, это, понимаешь, как бы это все-таки очень конкретно, ну, такая большая система, и это очень по-разному. Ну, мы, в смысле, сталкиваемся с больными из всей страны, и мы видим, что семейные врачи очень разные, и подходы очень разные. И от этого мы делаем вывод, что страна, в принципе, сделала, ну, то, что можно сделать, что это очень зависит от конкретной активности человека. У нас есть больные, у которых семейный врач имеет две сестрички, сам нам звонит, знает, что больной получает химиотерапию, интересуется своим больным, ну, в смысле, у нас даже совместная работа. И есть семейные врачи, которые никогда в жизни никому не позвонили, которые еще до сих пор не имеют ни одной сестрички, ну, что мне непонятно. Так что я бы хотела чуть-чуть, может быть, ну, так в кавычках, защитить министерство. Ну, у каждого рядом оно не может посидеть, оно не может у каждого за плечом посидеть, посмотреть, послушать. Я как раз вот во время вируса, может быть, хотела призывать всех, ну, не только даже медиков, но любого, кто работает, ну, как-то понять, что этот вирус показал, что люди очень, ну, и жизнь очень такая, ну, траусла, как по-русски траусла. Ну, что все это очень относительно и, может быть, имеет смысл, если вы работаете, свою работу делать хорошо, чтобы потом было не стыдно, как я шучу, если вот тот последний день приходит, чтобы не стыдно за то, что ты делал. И, может быть, если каждый бы сделал свою работу корректно, то тоже было бы намного лучше и легче. Но вот если говорить про людей, которые, ну, вот действительно боятся столкнуться с этой проблемой или столкнувшись с ней, идут в нетрадиционную, ну, обращаются к нетрадиционной медицине, что самое опасное в этой ситуации? То есть то, что они могут потерять время, то, что они… Ну, то, что они, в принципе, скажем, если они имеют вторую и третью стадию, они переходят в четвертую, да. Мы видим, ну, что вообще непонятно таких женщин, которые с опухолью груди. Даже не идет вопрос о скрининге, но, скажем, ну, большая опухоль, которая уже разъездляется, ну, она просто, ну, делает себе очень большие проблемы, потому что когда этот рак уже гниет, когда это такая большая гниящая рана, тогда, в принципе, она проблема себе, проблема родственникам. Ну, я думаю, что эти люди просто, очевидно, ну, как-то не осознают, что опухоль идет в свой ход, какая бы она ни была по ходу относительно доброкачественная. Если это, ну, злокачественная опухоль с хорошим ходом, рано или поздно она перейдет в плохой ход, и рано или поздно будет плохо. Ну, и потом, конечно, эти люди, почему мы вообще знаем, что такие больные есть? Потому что когда очень плохо, они, конечно, обращаются в онкологический центр. Абсолютно ясно, что их стандартно лечить уже невозможно. Они идут в палиативную помощь, и от этого идут эти рассказы, что, типа, я ходил к знахарке, было очень хорошо. Я лечился два года, и вообще все было идеально. Как? Я сходил в онкологический центр, так я через, скажем, родственник, через полгода умер. Ну, довольно логично, если ход опухоли дотянуть до четвертой стадии, и пока хорошо ходить к знахарке, а потом в четвертой стадии очень распространенно прийти в онкологический центр. Мы действительно лечим очень хорошо, и результаты у нас очень улучшились. Но логично, что, скажем, крайне запущенную четвертую стадию мы не можем вылечить. Вот спрашивают наши слушатели, какой самый агрессивный рак? Вот такой вопрос пришел. Ну, вот я хочу огорчить наших слушателей, что сейчас деление раков делится уже не только по локализациям, но и по генетическому спектру. И, в принципе, очень злокачественный ход может быть у любого рака. Это зависит, какая у него дифференциация и какая у него генетическая база, так можно сказать. Конечно, есть опухоли, которые более агрессивные, например, мелкоклеточный рак легкого, который обычно идет быстрее, который идет быстро. Мы встречаем больных уже с лимфоузлами большими, с большими проблемами. Иногда очень быстро идет рак яичника. Ну, как больные говорят, ну, женщины говорят. Я там в июне еще работала на огороде, и в сентябре уже живут огромные жидкости и, скажем, четвертая стадия рака. Но, в принципе, любой рак может по генетической структуре быть очень злокачественным и идти быстро. И потому еще раз всех призываю, если вы находите, ну, во-первых, что-то визуально видное на коже, в груди, там вот несчастные эти геморройи. Если геморройи, их надо доказать врачу, что это геморройи, потому что половина из геморроев просто рак прямой кишки. Если действительно вы что-то чувствуете, нащупываете, кровь в калии, кровь, харькаем кровью из носа течёт много крови, какие-то запахи сорта, запахи с носа, ну, сразу надо бежать, потому что любой из этих опухолей, она может быть агрессивная. Даже самый лучший ход опухоли, теоретический, да, скажем, рак матки, он может расти годами, теоретически, да, но если это у конкретной женщины какие-то факторы мутации, он может вырасти и за полгода очень большой. У нас был звонок, сейчас, если вы хотите дозвониться, да, набирайте номер 6-7212-93-9, я попрошу вас надеть наушники. Онколог-химиотерапевт Рижской восточной больницы Сигны Платы в нашей студии. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня была опухоль, есть опыт лечения, да. Я смотрела также программу Александра Гордона, он там обсуждал эту тему, да, про рак, да, про клетки, про лечение рака и разные эксперименты. Я как химику хотела спросить вопрос гостей вашей студии. Есть такая версия, что этот короновый вирус – это экологическая катастрофа. Ну что, это такой план самой Земли, да, которая задыхается от гнилых трупов, ну как река Ганга, да. В ДНК и РНК пищи и, возможно, другими путями, в клетке, да, воздушно-капельным путем ходит силикон. Ну как вот, если сейчас посмотреть трупы, да, вот женщин, которые делали силиконовые груди, да, ну пластмасса и так далее, и так далее. Это как саморазрушение, ошибка, да, хотя в природе никогда не ошибается сама природа, да, есть такая, ну, смысл в том, что… Ну, то есть ваш вопрос, если… Мой вопрос про экологию. Возможно ли раком заразиться воздушно-капельным путем? Спасибо. Раком заразиться воздушно-капельным путем до сих пор не доказаны такие случаи, потому что рак – это не инфекционная болезнь, рак – это сдвиги в мутациях клеток, которые могут быть тенденцией врожденной уже, к сожалению, уже найдена часть генов, которые, если ребенок рождается с такими генами, у него возможность заболеть раком намного больше, и уже, ну, скажем, при рождении, при маленьком ребенке уже мы можем прогнозировать, что он будет болеть, скажем, раком в груди, раком яичников, но экологии, конечно, нас касается как среда, в которой мы живем. И так как раньше, когда я еще училась в институте, разделяли эти теории, почему клетки мутируют, почему мы, например, маленькие дети, все клетки хорошие, мутированные клетки погибают, а почему мы с возрастом приобретаем эти клетки, которые могут уже быть деформированные и мутирующие, что, конечно, это химическое воздействие, это разные физикальные свойства, но насчет коронавируса, я думаю, что надо лучше мыть руки, надо соблюдать все принципы, потому что это могут, конечно, анализировать вирусологи, они это делают, но в данный момент считается, что это все-таки вирус, который тоже перемутировал с хозяина животного на хозяина человека, так как мы все-таки в животном мире, если так можно сказать, и мы тоже просто умное животное, то, конечно, я бы сказала, что это неудивительно, что нас коснулся какой-то вирус, и если мы ложим какие-то параллели между вирусологией и онкологией, я бы сказала, что нарастают и наши знания, и чем мы больше знаем, я думаю, что мы таких вирусов, возможно, найдем еще больше, потому что просто мы находим то, что мы ищем, и просто, чтобы закончить эту тему, насчет знаний человечества, когда у нас был один конгресс онкологии, очень такой знаменитый профессор, который, ну, все считают, что он почти все знает, он так и закончил, что он сказал, мы сидим в этом помещении, и нам кажется, что мы… ну, в онкологии, и нам кажется, что мы так хорошо разбираемся в генах, в классификациях, лечениях, но, может быть, что мы видим вообще пятую часть или один уголок из этого помещения, потому что мы можем обсуждать то, что человечество уже открыло. И очень возможно, ну, я так просто, чтобы не искать теории там всяких, почему Земля придумала вирус или прочее, может быть, коронавирус уже очень давно существовал, и он существовал в животных, а, может быть, он существовал уже в некоторых людях, которые, например, не болели. И, конечно, этот вирус так же, как злокачественная клетка смутировал, стал агрессивней, и эта эпидемия разразилась. Но я думаю, что, конечно, философствовать мы можем очень много, и мы можем там дофилософствовать, что почему люди вообще болеют, может быть, но они-то не должны болеть, но люди все-таки это то же самое, что животные. И, как мы все знаем, в природе рождаемся, живем, умираем. Ну, очень примитивно говоря, от чего-то умереть, ну, людям приходится. И я думаю, что действительно при нашей сейчас пандемии может быть меньше писать статей о том, как Земля там нас выплёвывает или не переносит. Действительно, делать очень прагматичные вещи. Мыть руки, держать чистую среду, смотреть, куда идём, не пускать детей в такие тусовки, которые необязательны. Ну, как с врача, вот, point view, я, например, не понимаю, почему до сих пор открытые очень маленькие кафе без запрета там тусовать, например, 50 или 100 человек, которые там не 2 метра, там 2 сантиметра нет. Я думаю, что люди должны сами подходить прагматичнее и логичнее. Кстати, вот, продолжая эту тему, есть же теория о том, что вообще онкологические заболевания, вот, они появились уже вот в наше время, а раньше люди, вот, дескать, жили в природной среде. Это абсолютно неправда. Все, которые интересуются искусством истории, смотрят картины среди вековья, смотрят даже, например, библейские разные истории в православных церквях, видят, что уже там в картинах есть женщины с раком груди, есть виденные, ну, кожные раки, которые, ну, абсолютно видны в картине, значит, уже, ну, минимум, там, в 8-7 веке уже люди болели раком, и потому, я думаю, что нету никакого, ну, такого подозрения, почему бы они не болели в 1 веке. У нас, может быть, просто нет картин с 1 века, да, таких конкретных, что мы сказали, вот, смотрите, там был рак. Я думаю, что, как любимой болезнью, у них, может быть, меняется ход. У нас меняется образ жизни, мы иначе перенёсим. Ну, конечно, когда люди жили на природе, они были очень физически крепкие, они не имели высокого холестерина, они голодали, они не имели высокого сахара, да. Это уже, ну, сегодняшний эксперимент, если так можно выразиться, в Китае же был такой очень большой статистический, эпидемиологический опыт, ну, не опыт, а обследование. И, конечно, те районы Китая, где очень они голодают, там один район, где вообще раком не болел никто, да, но они всё равно умирали в 40-50 лет от других болезней от того, что они голодают. И этим я тоже хочу сказать, что не надо прочитать какую-то новость, что, типа, человек, кто голодает, не болеет раком. Как хорошо, я буду голодать и не буду болеть. Это комплексная такая ситуация. И, конечно, пока мир был чище, да, может быть, болели, может быть, мы не знаем, может быть, болели меньше и, может быть, болели как-то легче или, ну, иначе. Но, в принципе, раком всегда люди болели, потому что это мутация клетки, и какой-то фактор может вызвать мутации клетки, и может быть этот врождённый рак, который вообще не зависит от чистоты среды. Ну, вот я читал о том, что люди просто с продолжительной жизнью увеличились, и вот из-за того, что, в принципе, раньше люди умирали по другим причинам, они просто не успевали дожить до того возраста, когда… Да, в 70-х или 80-х годах прошлого века было такое замечательное высказывание, что любой человек заболел бы раком, если бы он дожил до своего рака. Ну, вот если говорить о ситуации в нашей стране, потому что вот совсем, ну, вот буквально недавно было открытое письмо Минздрава онкологов, на которое как бы Минздрав ответил, вот можно ли сказать, что в нашей стране, ну, вот ситуация улучшается или остаётся на месте, потому что я понимаю, что всё-таки были указаны вот на те проблемы, вот нехватка необходимых тестов на рак, были указаны проблемы, как вот неверная диагностика, и указывалось тоже, что всё-таки отклик целевой аудитории на те вот скрининг-программы, которые предлагаются государству, он недостаточный, может быть, недостаточно информирования или просвещения. Вот эти вот все проблемы в комплексе, если взять, вот как вы оцениваете сегодняшнее состояние, вот по сравнению с другими, например, странами, с нашими соседями? Ну, вот я хотела сказать, что это очень важно, как всегда, как в школе с детьми, да, с чем мы сравниваем, ребёнка с его развитием или с соседями? Если мы говорим про онкологию и медицину в Латвии, если мы сравниваем ребёнка самого с собой, ну, в смысле, нашу медицину и онкологические возможности, то обязательно есть прогресс, обязательно. Мы не можем сказать, что мы стоим на месте. Особенно был такой рывок в 2018 году, когда очень компенсированный список пополнился. Так что сказать, что у нас нет развития, это было бы всё-таки, ну, некорректно, да. Мы очень развиваемся, но если мы сравниваем нашу медицину, онкологию, как ребёнка с другими детьми в классе, то, к сожалению, последние 20 лет мы, как последний самый худший школьник были в Европейском Союзе, так мы, в принципе, и самый худший ученик остались. И, может быть, это относительно логично. Если мы эту проблему, ну, так, держим 20-30 лет, мы не можем за два года наверстать и поймать соседей, да, логично. Мы не можем, и, конечно, сравнительно даже с Литвой и с Эстонией у нас и компенсация хуже, и доступность хуже, и зарплаты меньше, и врачей меньше, и сестёр вопрос критичный, да. Но, я думаю, нет смысла это, ну, критиковать. Конечно, всё-таки, как бы это ни звучало цинично, это, конечно, частичный вопрос денег, да. Не будем кривить, да, потому что если у сестры зарплата такая же, как в кассе магазина, логично, что она пойдёт в кассу магазина и не будет иметь такой тяжёлый труд, да, пока не будет адекватной зарплаты ещё на фоне, как мы видим, ну, все люди, кто в европейских фондах, своими Поршами, там, всем этим, да, это, конечно, тоже даёт какой-то фон, потому что, ну, как нам говорит министерство, ну, вы же в 90-х работали, да, мы все в 90-х работали за 5 евро, вообще-то, ну, то тогда не было евро, но, в смысле, перенося, да, мы все реально голодали, да, я ребёнку покупала один сырок, и мы с мужем сырки не ели, но тогда у нас была, ну, мысль, что мы строим государство, и мы можем, там, 10 лет голодать, 20, но сейчас, видя наши сёстры, они не будут просто голодать из какого-то там мотива, если мы видим, как, к сожалению, делаются Падуамес, Валдес, и никто не голодает, да, и я думаю, что это такой очень комплексный вопрос, но, конечно, я скажу, не популярно, но самое главное – это кадры, да, и если мы сейчас за 10 лет потеряем своих сестёр и врачей, то, конечно, через 10 лет мы будем вкладывать в медицину ещё 10 раз больше, и соседей поймать будет ещё дороже, да, но это, конечно, комплексные вопросы, я понимаю, сейчас ковид, надо распокупаться, ну, всё, что можно распокупаться, да, и формально это выглядит хорошо, мы боремся с, ну, с ковидом, я думаю, что, может быть, мы можем призывать, вот, как я сначала сказала, любой человек в любом месте, в министерстве, в этих Валда, по домам, ну, вот сядет и подумает, вот если я завтра умираю от ковида, ну, давай я поработаю так, чтобы мне не стыдно, и это не касается онкологии, но я думаю, что страна у нас бы процвела, потому что на фоне других европейских стран у нас очень маленький патриотизм тоже, потому что, видя, ну, особенно молодёжь, видя, как разжириваются, ну, относительные слои, те слои, которые должны работать, и так всегда было, мы должны работать, мы должны работать много, но мы должны видеть какую-то перспективу, почему мы работаем, да, это не касается онкологии прямым образом, но косвенно это касается, и если в онкологию не вложить больше денег, не может быть лучше, да, я всем больным извиняюсь уже сейчас, и мы понимаем, что уход не такой хороший, как он должен быть, да, я сразу говорю, мы знаем, но мы не можем при двух сёстрах, которые работают, огромные ставки, им за каждый час ещё проверяют, как, почему она переработала, она же не переработала, при таком, ну, и отношении, и объёме работы мы, конечно, не можем быть достаточно, достаточно долго говорить с больными, быть доброй, объяснить, да, я понимаю больных, я действительно извиняюсь всем больным, которые, например, получили какую-то терапию и не поняли до конца, что они получили, да, или там кто-то к ним прибежал, дал одну бумажечку, вторую убежал, да, но пока страна сама не поправится, и пока в стране не будет больше адекватного отношения к медикам, они всё уходят, так что, к сожалению, может быть, будет ещё хуже, но с таким человеческим фактором. Да, я вот читал одну из, по-моему, британского врача книгу «Врачебные этики», и у него был очень такой остроумный пассаж, когда он говорил, что когда я сам оказался пациентом, вот, ну, он там то ли сломал ногу, то ли что-то ещё, и вот какое он возмущение испытывал, что почему меня так медленно обслуживают, почему приехала, значит, там машина не за положенные 6 минут, а за там 15, и почему меня 10 раз там расспрашивают, что случилось, то есть, а потом он понял, что вот, ну, как бы вот это раздражение, ну, вот он стал лучше понимать вот раздражение, может быть, пациентов. Нет, ну, мы понимаем раздражение пациентов, я терпела в большой аварии, я очень неблагодарна всем своим коллегам, это огромный труд, это вообще непостижимый труд, действительно, ну, все люди работают в своих возможностях, и я понимаю, что им некогда объяснять каждые там мелочи и прочее, десятое, действительно, когда врач болеет, он, конечно, видит со стороны, но мы видим и со своей стороны, что не очень хорошо, мы понимаем, да, но при таком обороте, каком мы должны, тут, конечно, тоже просто страна должна определиться, да, сейчас относительно, ну, не относительно, но за мало мест, где больным получать химиотерапию, если нехватка мест, логично, что и берем кого-то поверх, кто-то там, ну, всегда перебои, конечно, такие человеческие качества теряются, конечно. Но лечить, если вот вдруг у нас возникает проблема, возможно ли лечить в соседних наших странах, если, например, какие-то… Нет, страна оплачивает в Европейском Союзе только те методы, которые невозможны в Латвии, и то, что вы ждете в очереди, это не причина. Оплачиваются, каждый год люди едут, едут на редкие, очень какие-то редкие операции, на изотопную терапию, в которой конкретного изотопа нет в Латвии, но те изотопы, которые есть в Латвии, конечно, получаются в Латвии. Не получается ли здесь вот какого-то определенного цинизма, что, может быть, государство, ну, вот распределяя деньги, считает, что, ну, вот этих больных не так много, ну, то есть, что вот это не самое главное, там больше, например, там требуют какие-то другие сферы. Ну, знаете, как мы очень заняты, во-первых, может быть, где-то доступно распределение всех денег. Да, я думаю, что мы не особенно в курсе, какой процент, например, идет онкологии, какие суммы куда уходят, да, я думаю, это и есть причина тоже того, что, может быть, некоторые суммы могут куда-то в другое место уходить, куда не надо, но это общий вопрос. Ну, это не цинизм, ну, это тоже истерия, ну, сколько у вас в кошельке денег, столько вы можете в магазине купить. Вы не можете, ну, раз покупиться, если у вас там 20 евро, вы не купите там шампанского с икрой, да. Я думаю, что, конечно, проблема есть, но тоже не надо ее уже в крайность кидать. Все больные, которые нуждаются, они могут, если сами идут, они могут и диагноз поставить, они могут, как мы шутим, зайти в зеленый коридор. Вопрос только, куда они потом выйдут, но зайти в зеленый коридор они точно могут. Диагноз поставить они могут, они стоят в очереди на лечении, на хирургию лечения почти, ну, очереди почти нету. Так что сказать, что в Латвии недоступно лечение, ну, это неправда, лечение доступно. Вот, может быть, для тех слушателей, для которых зеленый коридор не совсем, ну, вот понятный термин, что это значит, когда появилось это вот, да? Это значит, если вы приходите к семейному врачу, и он с вами, обсуждая, находит реальные подозрения, что у вас может быть конкретная опухоль, конкретного места, там подлежат, там конкретный сразу код, который очень важный, потому что если на направлении этого кода нету, то даже если вы по всем признакам подлежите зеленому коридору, но как-то же это классифицировать надо, должен быть в направлении ход, и тогда в конкретных сроках, которые небольшие, там 10 дней, 2 недели, делаются конкретные обследования на конкретную опухоль. Но больные иногда тоже не понимают. Они говорят, я пошел, пожаловался, меня не послали на магнит всего тела, на магнит всего тела никого не пошлют. Да, если подозрение на рак кишечника, значит, будет колоноскопия, и она действительно будет в 10-14 днях, а не в 3-4 месяцах, да, рак груди определенно, там маммография, ультрасонография, какие компьютеры, что, и это реально работает. Это реально работает. Люди, кому поставлен этот код, они получают обследование в реальных сроках, да, и у них уже конкретный диагноз, скажем, за 2 недели у него диагноз, есть у него конкретная опухоль или нету. То есть, таким образом, вот, ну, можно сказать, что изменилось раньше просто диагноз рак, это был как такой вот смертный приговор, когда у человека просто опускались руки, и… Это тоже психологически, не должны опускаться руки. Да, да, но вот это вот, ну, вот сама по себе, это было, ну, вот, это вот, ну, что-то очень… И до зелёного коридора люди же делали обследование, приходили на операции, хорошо лечились, просто сейчас это регламентировано, и так как у нас люди очень любят обследоваться, ну, вся популяция у нас на всё очереди, и просто зелёный коридор, хорошая идея с тем, что он выделил больных, у кого реальные подозрения, потому что сейчас вы можете сходить к семейному врачу и сказать, что вам просто не нравится свой живот, и он вас тоже запишет на калноскопию, но вы просто будете ждать, скажем, там, 4, 5, 6 или даже год на государственно оплачиваемое место. Если у вас реальные подозрения, я действительно всех слушателей очень призываю разделить, ну, если так упрощённо говоря, психику и реальные вещи, если реально кровь в кале, какие-то образования на коже, какие-то неясные реальные длительные поносы, например, никто в семье не болел вирусом, у человека поносы меняются запорами, сразу обратиться к семейному доктору, семейный доктор расспросит, и если по алгоритму это действительно подозрение на опухоль, в пределах двух недель человек будет знать свой диагноз, и всё-таки не будет этой большой запущенности, потому что, как я сказала сначала, конечно, мы хорошо лечим четвёртую стадию, но будем реалистами, мы не можем вылечить всех больных, нигде в мире не могут вылечить всех больных четвёртой стадии, так что чем быстрее вы встречаетесь с онкологическим центром, тем у вас больше шанс лечиться просто, без проблем, без больших химий, без лучей. Первая, вторая стадии опухолей в основном операции. Люди прооперированы и забывают этот диагноз. Таких людей в Латвии очень много, они не рекламируются, и потому что всем кажется, что всё очень страшно. Но я действительно таких людей очень много вижу регулярно в консилиумах. Если найдена опухоль первой и второй стадии, вариант не только выжить, но очень быстро вылечиться и не иметь никаких проблем дальше очень большой. Так что действительно при любых реальных подозрениях надо обследоваться. Каждый месяц, который вы ждёте, вы просто увеличиваете стадии своего рака. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-дель. Пока нет у нас звонков, но я просто анонсирую, что можно позвонить, если у вас есть вопросы, потому что в нашей студии онколог-химиотерапевт Рижской восточной больницы Сигны Платы. Вот была в своё время, по-моему, в июне, там очень такая новость о том, что простаивают дорогостоящие роботы Латвийского онкоцентра, что там было в них вложены очень большие деньги, там 700 с лишним тысяч евро, и вот по какой-то причине они не могли работать. То есть вот такого рода бывают ли... Ну, давайте сначала примем звонок, потом поговорим об этой проблеме. Здравствуйте, пожалуйста. Будьте любезны, можно объяснить, что такое базилома? И достаточно, спасибо. Базилома – это рак кожи, но это в принципе... Ну, и если вот был вопрос, кто злокачественнее, кто лучше, то базилома, можно сказать, почти самая лучшая, какая может быть опухоль. Базиломы обычно оперируются. Если человек очень в годах или базилома такая расплывчатая, то он облучается. Ну, в 99% случаев с базиломой никаких проблем не может быть, если она тоже не очень запущена. Её обязательно надо идти к доктору, потому что она растёт медленно-долго, но если её не лечить, она прорастает в кости, прорастает в суставы, ну, смотря, где она находится. Так что, как вы видите базилеома, вы сразу идёте к онкологическому хирургу, он смотрит, может ли её прооперировать, и решается операция или облучение. Ну, вот возвращаясь к вопросу о роботах, там я понимаю, что ситуация была, что это роботы, которые должны были смешивать лекарства токсичные, и чтобы это не делали люди, чтобы ускорить работу медсестёр. Ну, это не в форме прошлого, это в форме процесса, который идёт. Это был, не было, есть проект. Я не в курсе насчёт, там был европейский доплата тоже, но это проект, что нормально, такие большие вещи всегда делаются в процессе проекта. Ну, мы не входим, так что это не очень корректно мне отвечать, может быть, потому что я не работаю в конкретном проекте. Роботы действительно не работают. Я думаю, что, может быть, небольшая проблема как раз была та, что в этом проекте все, кто работали, никто не был реальным, не химиотерапевтом, ну, кто понимает. Но это процесс, я думаю, что роботы действительно есть, они действительно стоят, но их никто не унёс домой, ну, так в шутку, да, и они заработают. Просто это, конечно, такая, ну, во времени загвоздка, потому что там не закуплено всё, что необходимо, чтобы можно было с ними работать, и это действительно будет. Это всё равно когда-то будет, потому что во всём мире нигде, ну, в основном нигде не разбавляется химиопрепарат просто медсестрой. Я вас попрошу надеть наушники. Ещё один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Спасибо за такую актуальную передачу. Но я хотела бы дать маленькую надежду, что я однажды узнала, и тоже из передачи «Болтком», что если проверить ген 53, и если он в порядке, то онкология не будет никогда. Это я спрашивала и получила утвердительный ответ. Я хочу, чтобы, ну, некоторые слушатели тоже услышали и не жили в таком вот страхе перед онкологией какой-то вот, а вот, а вот, а вот, вдруг заболеем. Вот знает ли это доктор. И ещё хочу сказать, что у вас очень хорошие врачи, Илга Янна Клэструпе, доктор Андреф Берзиньш, к сожалению, его уже нету. Прекрасные врачи. Это просто мои знакомые. Я бы хотела похвалить через вашу передачу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за очень хорошие слова. Я думаю, что у нас очень много хороших докторов, чтобы не занять время эфира. Я, может быть, не буду всех называть, но у нас действительно очень-очень выросла возможность хирургии. Всех действительно хочу обрадовать, что возможности очень большие. Но мне очень трудно сказать, кто сказал насчёт П-53, что никогда не может быть рака. Ну, во-первых, пока мы живы, мы никогда не можем сказать, что с нами что-то никогда не может быть. Ну, не может такого быть. Мы все надеемся, что мы не попадём в аварии, мы что не заболеем раком, что мы будем здоровы. Но такого одного анализа, чтобы сказать, что рака никогда не будет, такого нету. Я очень извиняюсь, конечно, но такого действительно нету. Но я думаю, что, как мы говорили, самое главное подходить логично. Если человек здоровый, без никаких жалоб, без очень вредных привычек, он раз в год идёт к семейному врачу, он обсуждает своё состояние здоровья по чек-листу. Если семейный доктор не находит никаких новых проблем, он проходит скрининги по государственным программам и живёт спокойно. И бояться действительно не надо. Ну, это же ужас. Не надо жить с боязнью, что вы когда-то чем-то заболеете. Вот как раз просто здесь вопрос, у нас уже осталась буквально минутка. Вот как проверить себя на наличие рака? Я понимаю, что вы сейчас это и рассказываете. И как это сделать, и как часто надо проверяться? Вот как раз... Ну, вот это как раз так и есть. Во-первых, не надо как раз искать отдельный рак. Человек может болеть тяжёлыми другими болезнями. Если, как я говорила, он здоров, он идёт раз в год к семейному доктору, проверяет стандартные анализы, и, ну, скрининги, которым он подлежит, и в зависимости от его труда, там ещё невропатолог, окулист, это очень индивидуально, потому что люди, которые работают, и в основном все работают, они же должны проверяться ещё по дарбо-дроши, ибо с труду, что у них специфичное. Если конкретная жалоба, которая логичная, ну, не так, что меня там защемило один вечер, но и регулярно защемило, и разные такие вещи, то мы идём сразу к семейному врачу, он опять разделяет вашу ситуацию и симптомы, он знает ваши предыдущие истории, да, может быть, вот у вас была авария, и у вас кривая спина, у вас может болеть живот, а если у вас ничего не было, у вас не должен болеть живот, да, это, конечно, очень индивидуально, да, потому я тоже, ну, призываю не обсуждать между собой, и не давать такие, ну, как, например, у меня тоже болел живот, да, вот у вас будет то и то, потому что было у меня, ну, такого не может быть, да, у нас разный, ну, вообще ход жизни, да, и если нужда, сразу обследоваться на конкретную опухоль, как люди надеются, вот как предыдущий вопрос был, так тотально, вот я сейчас проверюсь, и у меня нету рака, это не очень логично, потому что опухоль – это процесс, вы можете провериться сегодня, там, дорогие магнитные резонансы, через две недели у вас начинает, например, расти быстро растущий рак, и тогда вот эти рассказы, я же полгода назад делала там магниты, ничего не было, а сейчас вы говорите, что четвертая стадия. Надо очень прагматично подходить, но не надо бояться, болезни лечатся, надо подходить очень прагматично. Ну что же, спасибо вам большое, онколог-химиотерапевт, руководитель отдела химиотерапии Рижской восточной больницы, Сигна Плата сегодня была в нашей студии, спасибо за ваши ответы, и до новых встреч. Всем счастливо и не болеть. Спасибо.